Ассаляму алейкому Ассаляму алейкому Ассаляму а алейкому ассаляму а рахатуллах барекатю, сейх мухомед баширы Как слышится меня? Нет ли эха? Нет, альхамду ля сегодня, ма ша Аллах, ма ша Аллах Все, алханду ля, все хорошо, да? А ва арешала отлично Звук хороший, звук отличный, тогда я отключу комментарии И мы начало, начнем Асход Хазратович, в очередной раз слова благодарность вам за то, что вы любезно согласились снова на нашей странице на вашей странице провести эту лекцию. Вы знаете, вы как-то говорили на одной из предыдущих лекций о том, что отношение к Рамадану как к дорогому гостю, который собирается уходить. И опять же, мы сейчас опять упираемся в вопрос времени. Много слышим мы о том, что нужно ценить время, нужно дорожить временем, нужно управлять временем, различные глаголы используют люди. Даже такие всякие курсы там есть тренинги по тайм-менеджменту и прочее. Нам знакома современная трактовка этого понятия. Хотелось бы услышать от вас сегодня что говорит ислам о ценности времени, от какого положения ценности времени в исламе, шейх. Это очень важная тема, в первую очередь, как бы я говорю и для себя, я всегда тоже делаю напоминание близким. даже если посмотреть прошлые годы, то опять же, работая имамом в мечети, смотришь, когда в первые дни рамадана мечеть переполнена. И народу больше приходит, а когда уже последние 10 дней начинается, хотя наоборот, это самые такие 10, последние 10 ночей, это самые такие, они были словенны, меньше народа становится уже, как бы уже слышишь, там с кем-то, многие там звонят, спрашивают, даже сейчас вот что-то подустали маленько, как бы, как вот последние вот эти ночи провести, как бы уже сил нету, так там уже, ну, это, аль-хамдул'ля, это понятно, как бы, здесь даже хикма, мудрость, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхимусалям, кана ящу думи изара, то, что апостол алейхимусаллаллаху алейхимусалям, крепче завязывал свой изар, именно последние 10 ночей, как бы у них тоже у людей, как бы сахабы они тоже люди мухаммад салаллаху алейхи салям алах курани говорит кана я кулу тааму а ям шифи ля сваак мухаммад саллаху алейхи кушал еду уходил на рынок то есть иметь ввиду тоже он человек также описывая айса ибн мария моего маму мариям си вишня субхану алейхи сказал кана я куляни таам они оба кушали это имеется ввиду что они тоже люди и у человека это присуще уставать там и так далее но хотелось бы как раз вот последние вот эти вот ночи нас подбодрить подбодрить осталось не так совсем много субханаллах мы будем очень сильно скучать и даже когда рамадан заканчивается вот люди люди группы делятся на две части одна часть группа людей такая ох слава аллаху прошел рамадан такие бывают уже да люди там слава аллаху закончился сейчас можно опять кушать опять можно пить там по гостях ходить и даже астрахула никто умудряется говорить то есть я могу обратно вернуться на грех на тот который я стал вместе рамадан но это мы отдельно как-нибудь про эту тему поговорим а другая категория людей она как бы радуется то что альхамдулах смогли пропаститься и тот же момент некая скорбь в душе то что рамадан закончился поэтому как даже сподвижники говорили когда выходили на аид видно было что у людей как бы хотя праздник но они не радовались а наоборот грустили то что прошел да аллах принял или нет то есть мы расстались таким как бы гостем который так долго ждали и вот как раз дабы нас всех подбодрить опять же повторю в первую очередь самого себя хотелось бы поговорить на эту тему мы не будем говорить чех мухаммад башир советовать как проводить что делать как делить день потому что мы про это во первых говорили в первые дни во вторых у каждого человека свой барнамич у каждого человека своя программа кто-то например больше уделяет в это время там повторения курана кто-то больше тафсиру кто-то больше там тачвейду кто-то не может да там еще читать куран кто-то там азикаром и так далее но именно вообще про ценность времени для мусульманин как он то есть то есть какова значимость времени с точки зрения куран и сунны дабы мы наполнили свое время именно иншаллах благим если посмотреть это как если посмотреть на людей которые достигли высокого положения например скажем в области знания возьмем там не будем говорить сейчас ну даже пускай будет в области там финансов и так далее это не моя часть как бы про финансов а именно вот про про знание например если вот я смотрю на ученых самого дан прям таких великих ученых когда читающих какие они знания взяли subhanallah какие они великие ученые стали вот и и здесь воздается вопрос так как бы когда их историю читаешь понимаешь что что у них был то есть у них они оставили большой след дабы не упускать одну секунду даже мгновение своей жизни сейчас на жизни пролетает не годами не месяцами не днями а как мгновениями сейчас жизнь летит время быстро пролетает и когда смотришь на сподвижника смотришь на 5 на великих ученых на бухаре то есть как они проводили свое время понимаешь subhanallah и потом думаешь их тоже вот эти знания получить как у таких ученых и так далее тогда ты понимаешь то что они как относились к своему времени вот это именно ценность который аллах субханаллаху алейхи вассалям юнаббиху умматаху анна амараху посыра во первых хотелось бы сказать то что пророк мухаммад саллаху алейхи вассалям уделял внимание своей уммы то что срок так скажем в этой жизни уммы посланник аллаху алейхи вассалям сколько они проживут он короткий и он более короче чем уммам у общин которые были до пророка мухаммада саллаху алейхи вассалям он еще больше жил там раньше по 300 лет жили по 200 а сейчас меньше люди живут там и именно то есть да бывает там погибают от аварии там кто-то в молодом возрасте кто-то там на битвах погибал там раньше да но именно если человек обычный стандартная такая жизнь пророк мухаммад саллаху алейхи вассалям сказал амару уммати байна ситтин у сабаин у а каллигу маньяджу за залик посланник аллаху аллаху алейхи вассалям сказал именно срок сколько люди в этой жизни живут из моей уммы между 60-70 лет от 60 до 70 лет и мало кто больше проживет этого сказал саллаху алейхи вассалям сам порок мухаммад саллаху алейхи вассал умер 63 года то есть он сказал то есть мало срок 60-70 лет и мало маньяк ажавас кто больше этого проживет кто доживет до 80 до 90 то есть сейчас посмотреть например мы видим старика там 90-95 лет вот мой дедушка отца отец ему было 99 лет а папа 66 лет вот опять же думаешь 99 лет дожил ничего себе много прожил а если взять сравнивать с умом с общинами которые до этого это еще молодой парень считался поэтому вот отсюда мы как бы смотрим именно из хадита пророка мухаммад саллаху алейхи вассалям мы с вами должны понять то что жить 60-70 лет поэтому для верующего человека обязательно нужно уделять время время и внимание на то как более пользы провести вот это короткое время жизни то есть аллах субханаллах в куране приводит аяты то что люди народы будут сожалеть и захотят вернуться обратно в жизнь чтобы еще сделал благие дела аллах субханаллах в куране говорит приводит слова тех людей которые покидают эту жизнь и скажет если бы я вернулся в свою жизнь для чего чтобы заново построить свою жизнь то есть не так как я хотел ее построить не так как хотел бы я увидеть в вечность дабы еще больше делать благих дел и это не только неверующий грешник будет сожалеть об этом также верующий обитать и рая даже будут сожалеть о том часе в дуне который они не поминали всевышнего аллаха субханаллах прошел час они не упомянули всевышнего аллаха субханаллах поэтому всегда должны пусть твой язык будет мокрым от поминания аллаху постоянно чтобы на языке в сердце у нас был аллах субханаллах вы знаете то что аллах его послал как милость для миров как аллах говорит мы тебя не спослали никем иным как милостью для миров поэтому не только в свое время переживал но и за время сахабов за время верующих на сегодняшний день как бы научные институты провели такое исследование и большому сожалению то что многие научные институты то есть подтвердили что что 70 процентов время у людей уходит 70 процентов людей на планете которые живут их время уходит на пустые дела которым нету пользы не для этой жизни для вечно 15 процентов 15 процентов уходит на пьяр то есть человек себя показывает там и так далее и 15 процентов истинно и взяли именно пользу и свое время я кулу салаллаху алейхи вассалям посланник аллаху алейхи вассалям сказал я думаю если мы задумываемся над этим хадисом то каждому у нас есть о чем подумать посланник аллаху алейхи вассалям когда судный день начнется человек ни шагу не сделает не поднимется даже его как бы пять до тех пор пока четыре вопроса нет и не ответят на четыре вопроса а кто задает вопрос всевышний аллах субхану алейхи вассалям творец создатель первую свою жизнь как он ее прожил отдельно за свою молодость как он ее провел то есть вот это именно молодость это когда как говорится в молодость вот это она сила между двумя слабостями аллах субхану алейка потом после слабости дал вам силы сейчас вот мы силы сильно альхамду ллях до этого были слабыми потом после этой силы опять вернет вас слабость и в седину и аллах создают все что пожелает когда человек становится стариком он уже не сможет поэтому мы даже когда говорим вот на хач едем некоторые говорят вот выйду на пенсию потом поеду на пенсии как ты проведешь хач тебя на коляске будут возить тебе тяжело будет тава в дел пока у тебя силы есть есть возможность сейчас нужно делать благие дела сейчас нужно выполнять столпы которые предписал дальше будет отдельно спрошен за свои знания что он делал после последствия своих знаний если мы как-нибудь с вами тем откроем наказать то есть жизнь могилах отдельная тема мы говорили про ахират про дуня жизнь могилах мы увидим то есть вернемся к опять про человека которым аллах дал знание он не отдавал его то есть на пути аллаху у альмалихи также можно остановиться и сказать тоже свои здания как он их отдавал то есть не только за знания шария если человек выучился над медика то есть правым ли он ведь лечил или нет там если он на экономисты выучился то есть как он это именно свои знания как он расходовал но больше здесь как бы именно за знание шариат и будет спрошен за свое имущество как он его заработал, каким путем, халяльный или нет, и на что он его потратил, на халяль или на харам. Вот эти четыре вопроса за жизнь, за молодость, за знание и за имущество будет человек спрошен и шагом не сделает в судный день, пока не ответит на эти вопросы. Также пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал Две милости есть. Люди мало дают значение этому. Это здоровье и свободное время. Посланник Аллаху алейхи вассалям, удивительный хадис, он что? Он приучал сахабов, чтобы в каждую секунду они не упускали, и именно вкладывали то, что принесет им пользу в этой жизни, вечной, в каждую лахву, в каждый момент, в каждую секунду. Посланник Аллаху алейхи вассалям сказал, инкамат и саа, то есть, если наступил судный день, то есть, представляете, если задун горн ангелы, это вот этот страх настал, то есть, судный день ал-арду баддалу, гайры ал-арды восстанават, немюсал заменит сундруги, небеса, земля, то есть, тагайра, все будет по-другому, судный день наступил вабияди ахадикум и фасила и в руках, если у кого-то из вас окажется фасила, фасила это аннахла сагира, маленькая пальма, которая сажает, корень пальмы то есть, у него в руках вот этот вот корень пальмы, маленькая пальма, и он сможет, даже если уже наступил судный день, успеет посадить ее, пускай он ее посадит, и для него в этом будет награда, сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям то есть, какой смысл, то есть, пускай он не кидает ее, все, наступил судный день, я побежал нет, сделай дело до конца в чем тебе будет награда, даже если ты сам даже если ты сам и от этого пользы не возьмешь, другой кто-то возьмет пользу в этом для тебя награда будет, помилу саллаху субханаму ате аля очень интересная история шех Мухаммад Шир приводит ее от табарани от Умара ибн Хузейма пришел Умара ибн Хаттаб к одному человеку, который звали Абу Хузейма Хузейма ибн Хабид это великий такой сподвижник был и застал этого сподвижника без дела, просто так сидел и тогда Умара ибн Хаттаб ему сказал что тебе запрещает скопать, там, бурить твою землю почему там в саду, в благороде не работаешь, просто так, почему без дела сидишь на что он отвечает Хузейма отвечает я говорю, уже старик сегодня, завтра умру нет, сделай, посади что-то иди, скопай землю, для тебя в этом будет награда вставай вместе со мной, пошли я говорю Умара, Умара, его сын Хузейма говорит я посмотрел и удивился, что Умара ибн Хаттаб вместе с моим отцом копали землю и сажали туда что-то вот такие вот были сподвижники то есть это означает, что что-то должен верующий чем-то быть занятым то, что принесет ему пользу в этой жизни или вечным, просто так, чтобы время не проходило проходил мимо молодых людей которые сидели просто так, без дела как сегодня можно заметить иногда, когда на машине проезжаешь стоят некоторые молодые люди вот так, без дела просто, да, смотрят так вот по странам, семечки грызут там, которые замечаемо, да, вот и тут на лево направо смотрят там и тогда как Хасин Басри говорит я ибн Адам иннама антал айям куллами дахаба йомы дахмаба'дут Хасин Басри сказал о, сын Адама о, человек поистине, ты составляющая, что ты есть вообще что человек есть это дни если один день прошел часть тебя ушла вот так он описывал и вот тогда просто так вот стоят вот без дела и тогда Шурейх сказал почему, то есть не понравилось ему это положение почему вы просто так без дела сидите на что они говорят сейчас свободное время дел нет то есть даже даже разговоры у них закончились просто ничего не а все, что можно было поговорили просто так у нас свобода время появилась на что Шурейхим отвечает так ли поступает мусульманин когда у него появляется свободное время где уж то вы не читали аят из Кур'ана где Всевышний Субханава Тааля говорит если у тебя появилось свободное время то займись чем-то и стремись к своему Господу вот это вот очень сильно высказано он сказал я говорит не люблю видеть мужчину непонятно как понять что такое он не занят делами которые принесут ему для религии полезного и для дуния для этой жизни он сказал следующее падает в моих глазах мужчина тот падает в моих глазах тот мужчина который бездельничает не занят делами которые принесут ему пользу в этой жизни и вечно то есть посмотрите теперь давайте посмотрим на ученых то есть если посмотреть на ученых жизнь ученых то у них то есть отличается вот как именно как они относились к времени как они дорожили времени поэтому мы сейчас говорим если бы у меня столько знаний как у того если посмотрим они по-другому свое время проводили я говорю умр ибн абдулазиз рахмаллах умр ибн абдулазиз рахмаллах говорит я бен адам инна лейла вал нагар ямаля нефи фаамал фи то есть день и ночь работают над тобой так ты же над ним работай имеете ввиду кушают из твоего времени забирают твое время но ты опереди забирают здоровье забирают время дополни день и ночь тем что принесет тебе пользу в этой жизни или вечно то есть опять же богобоязнь здесь присутствует и скромность сахабов они столько сделали для ислама для уммы посланника но несмотря на это ибн масуд что сказал говорит самое большее о чем я сожалею в этом жизни когда садится солнце после этого то есть мой срок приближается то есть к смерти а дела не увеличиваются хотя сколько они делали больше всего когда садится солнце я за это переживаю то есть срок приближается а дел больше не становится поэтому у нас должно быть всегда то есть если посмотрите посмотрим сегодня вот у нас вторник как будто мы вчера только вторник проводили там пятница от пятницы вообще глазом моргаешь как будто мы вчера только пятница была завтра то есть время быстро летит это из признака сегодня дня рамадан от рамадан рамадан зашел уже провожаем у нас по этому жизни мы должны делать барнамич у нас должен быть именно какой-то план что мы будем делать утром-вечером то есть распределять чтобы именно с пользой для нас если не для нас для других людей для этой жизни для вечной я говорю Абдурахман имам Аби Хатим Абдурахман сын имама Аби Хатима говорит имам Абу Хатим чтобы мы знали это великий ученый в области хадисов и вот его сын говорит он говорит когда папа кушал я ему что-то рассказывал сдавал экзамен так сказать читал ему когда он шел я за ним шел ему рассказывал читал ему он направлялся в уборную я вместе с ним шел по дороге то есть время у него как бы хотел каждую секунду от него взять пользу я читал ему по пути когда он направлялся в уборную если он заходил в уборную я продолжал читать когда был снаружи а отец меня слушал теперь давайте посмотрим на результат на тидже книга книга 9 томов если тот кто сейчас понимает тот кто понимает хадисы мусталах хадис такую науку если нужно нам искать хукмы хадисов то есть там даиев слабый или мауду или сахих или хасан или джахва таадил джахва таадил то есть именно риджаль цепочка от кого можно браться от кого нельзя все ученые в область хадиса вся умма возвращается на сегодняшний день 9 вот этих муджалладат 9 томов книга имама абу хатима то есть смотрите какой он достиг чего теперь тавсир тавсир который он написал ашрат муджалладат абу хатим то есть тавсир десятки томов абу хатима тавсир в куране ан санат у ахками санат ахкам нужно возвращаться опять в книге которую написал абу хатим но он абу хатим говорит то что вот так я проводил свое время отец кушал я ему рассказывал отец шел я за ним шел туалет направил туалет я ему вот результат вот так они проводили хотя эти такие же народы такие же люди у них две руки две ноги два глаза то есть так же кушали как мы кушаем пьют там воду как и мы пьем спят тоже и мы спим как бы тоже на рынок ходят у них семьи были но однако смотрите какого они уровня достигли в области знания и как они относились к временам фатх ибн хаккан вазир или мутаваккель фатх ибн хаккан был министром у правителя мутаваккеля мутаваккель всегда давал ему какие-то дела постоянно он рядом с ним ходил с правителем его министр всегда он давал ему какие-то работы фатх ибн хаккан в кармане всегда держал книжку И когда, например, отлучался Мутаваккель на 10-15 Уходил в уборную Он в это время доставал и читал книги Когда он подписывал документы Что-то делал Он сейчас нашел время Пока Мутаваккель, правитель, подписывал документы Он брал и читал из этой книги То есть постоянно он был занят Именно тем, что читал И тоже Фатх стал из Больших ученых и муфтиев То есть достиг такого уровня Мухови и муфтиев То есть сказал Он сказал Асмайи сказал Мрррт ёмн иовмн Вауна вауна ваа Биамрин Ибн العула Факал ли Илья айн ваа Биамрин Я Асмайи Култ ёдхаму Иля صадиقин лі То есть Асмайи говорит Таддирас Яштилишался Амр Ибн العула И тогда он сказал Куда ты идёшь Куда ты идёшь Оо Асмайи Он говорит Я иду к меймудругу Факал И тогда сказал для чего я иду к своему другу или для пользы что польза была мне или ему или на трапезу если пригласили или а это когда соболезнение когда кто-то погиб умер если город этих трех составляющих нету эти не пользы не не трапезы на что мы обязаны отвечать да когда нас приглашает не соболезнь который тогда я не еду вот такую тасс они чтобы польза была даже обстречей сейчас бывают люди я тоже делать не одя просто посетим и видишь как бы бесполезно в это время можно было пользу используйте что-то провести время аль хамдуля мы не говорим там что мы не должны встречаться мы должны встречаться мы должны общаться но не чтобы просто просто пустые разговоры чтобы что-то полезно от наших встреч было. И в конце хотелось рассказать интересную историю Ибрахим бен Джаррах. Ибрахим бен Джаррах, который, он был Кады. То есть это уровень, то есть судья, шариатский судья. И когда он встретился со своим шейхом, тоже был Кады. Не просто Кады, а был шейху Куда. Шейх Кады. Вы знаете, наверное, Абу Юсуф, ученик Абу Ханиф. Вот его ученик Ибрахим бен Джаррах. А Абу Юсуф, он также был для многих правителей, был судьей. И там Гаруна Рашиида, он был судьей. То есть великий. От него, про него как-нибудь отдельно поговорим про Юсуфу. Абу Юсуфу. От него интересная отдельная история. Ученик Абу Ханиф. И тогда Абу Юсуф заболел, и его ученик Ибрахим бен Джаррах пошел, чтобы навестить его. И до того он заболел, Абу Юсуф, у него сильная болезнь началась. То есть уже еле-еле что-то мог произносить. То есть тоже я вот позавчера, субханаллах, вчера то есть это тоже такое некое напоминание. Навестил одну сестру, субханаллах, в больнице. Тоже у нее там рак. И когда смотришь, то есть Аллах субханаллах благодарит, что, альхамдаллах, у нас пока есть вот эта вот сила. Пока у нас есть, альхамдаллах, вот эта возможность. Тоже она как бы не может разговаривать, еле-еле что-то хочет стать, да не может. Вот такое тоже... Такое вот Абу Юсуф, у него такое было положение, что он еле-еле уже не мог говорить. То есть вы, когда навещали таких больных, то есть там не о чем даже, то есть настроения у человека там нету. То есть он не знает, что сказать там, еле-еле что-то может произойти. Его тельмит, вот это Ибрагим Джаррах, когда он навестил, просто хотел говорить навестить, а мне Абу Юсуф, шейх мой, говорит, на тякулю, то есть даже можно представить, как он сказал, если у него еле-еле язык поворачивался. На тякулю, филмас аля. Что ты отвечаешь на вопрос шариарский, своему ученику говорит? Посмотрите, как сердце привязано к знаниям. Давай мы вместе изучим вопрос шариата, кто-то из нас спасется. То есть у кого-то есть ответ, а у кого-то нет. Вот так вот он сказал. И тогда задает ученику своему вопрос, представляете, в этом состоянии задает вопрос шариата. Что лучше во время хаджа, кидать камни верхом, то есть не слезая с верблюдницы, или стоя, слезть и кидать стоя. То есть, опять же, тогда он отвечает, он говорит, сидя на верблюдеце, он говорит, ты ошибся. Он говорит, значит, тогда, наверное, стоя лучше. Он говорит, ты ошибся, говорит, шейх его. Он говорит, а как тогда? Дай мне знания перед тем, как ты уйдешь из этой жизни. На что он ответил? Он говорит, если, говорит, то есть есть три столба, в которые нужно кидать. Около первого, когда мы кидаем, останавливаемся для дуа. Около второго, когда кидаем, тоже останавливаемся для дуа. Третье кидаем, дуа не делаем, уходим. Он говорит, если это у первого столба, у маленького и второго, то тогда стоя, чтобы дуа остановиться, дуа, чтобы, говорит, твои верблюдницы не мешало там, ты сидя на верблюдеце другим прохожим. А если это ты последняя, то тогда лучше сидя, говорит, на верблюдеце верхом, чтобы кинуть и давку не делать, сразу обратно в сторону мина вернуться. То есть смотрите, и тогда он сказал, говорит, Прошло несколько дней, я услышал, как мой шейх умер. Опять же, пользу оставил, для своего ученика, для умы посланник Аллаха. То есть, опять же, уважаемые братья и сестры, сегодняшний день, вот я хотел бы, если такая возможность у нас есть, нас братья и сестры слышат. Сегодняшний день умы посланник Аллаха нуждается в ученых. Сегодня нуждается в имамах, нуждается в Хафизу в Коране, нуждается, от кого наши дети будут брать знания, от кого мы хотим брать знания. Нуждаемся мы сегодня. То есть нам, у нас должны быть свои ученые. Алхамдуллах, мы видим то, что раньше, если посмотреть, большинство ученых были, Бухари был узбеком, да, имам Бухари. Там Аль-Тирмиди из Узбекистана был, там другие были. То есть даже если взять караты саба, семь каратов, из них двое только были арабами, кто привели эти караты. Остальные все были иностранцами. И так же мы нуждаем, чтобы у нас, среди наших народов, были ученые, от кого мы могли бы брать знания полезные. Чтобы нам не привозить там, на Таравих, чтобы проводил у нас там с Египта чтец. Пускай у нас свой чтец Корана будет. Чтобы там с Турции не привозили, как бы. А пускай и наши, из наших же, как бы, с кем мы вместе выросли, там, чтобы они проводили, Аль-Хамдулле, чтобы нам не привозить откуда-то, с других стран. Чтобы у нас свои были чтецы, чтобы у нас свои были Ахапиды, чтобы у нас свои были шейхи, чтобы у нас свои были улама. Для этого что нужно, братья и сестры? Для этого нужно, я опять в первую очередь самому себе говорю, для этого нужно правильно распределять время. Время, оно, чтобы не пролетало, как Умар Амин Хаттав сказал, сабах лаля, в котором нету пользы. А именно, чтобы именно как бы с пользой было. Мы нуждаемся в ученых в области хадиса, в ученых в области фикха, в Тавсира, в Коране и так далее. Поэтому, да, чтобы мы как бы это посыл такой был, знаете, касательно вот этих последних десять ночей, а то мы подустали, чтобы мы опять взялись за силы, иншаллах, чтобы правильно провели последний остаток вот этого Рамадана, иншаллах. И так же в жизни. И так же в жизни, чтобы мы провозили время, с пользой, чтобы нам для нас польза была, для нашей умы была польза, для наших семей, для наших близких, чтобы после смерти нашей мы что-то оставили здесь. Аллах в Коране говорит, если мы воскрешим мертвых и записываем все, что они сделали и фиксируем их следы, которые они оставили в этой жизни. Поэтому сколько сейчас умма пользуется книгами, трудами, ученых, которые уже там сотни лет назад уже ушли из-за этой жизни, до сих пор, пользуются. Поэтому мы тоже с вами должны сделать вклад в религию, вклад в умму, посланник Аллаху, и своей семьи, и для близких. И тогда мы будем благодатными, тогда мы можем, тогда наши вот эти вот лекции не пустыми разговорами будут, а именно принесет пользу, иншаллах, обидно. Опять же, в первую очередь, самому себе обращаюсь. И так же дай Аллах, чтобы для всех была польза. Жалко, что я не могу обнять вас. Алейкум, 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 алейкум.